а по ссылочке в описании ты можешь найти набор twitch prime бархатный сезон там ты в аренду получишь chrysler kahve k30 t26 e3 eagle или крупштейн ваффентрагер там награда на выбор также задачи на x5 опыта до пайки день према и главное очень прикольный интересный стиль называется алоха все это ты можешь найти по ссылочке в описании привет всем ребят помните я вам недавно показывал два боя на 12 тысяч урона каждый так вот данный игрок прямо буквально через пару дней я записываю это видео чуть позже не сразу буквально через пару дней такой кидает а надо еще один бой на 12 тысяч это конечно по моему уже какая-то наглость я не знаю как можно столько настреливать это по моему не честно как-то получается какого хрена как так получается него но это я еще не говорю про то что там на игра на за неделю наверно штук 10 боев на 10 тысяч ну короче какой-то клумба безумец я не знаю как он так вырос скелет за это время на общем молодец красавчик продолжай в том же духе сегодня посмотрим с вами его бой на объекте 279 как вы видели в начале можно было заметить что играет он со сборкой досылатель боновый турбонагнетатель и по моему что там закалка в первом слоту до первом слоте есть такой экспериментальный скажем так набор вроде такой стоит я не знаю по крайней мере так показывала так было или нет можно заценить на стриме за этот бой сыгран на стриме и как как и те бои на 12000 бой сыгран на стриме вот но давай немножко поговорим про бой все про ком бы рассказали ссылка на него будет в описании естественно переходите прожимать лайкос и тоже в плане стримов я смотрю онлайн очень быстро растет очень быстро развивается а теперь давай про бой поговорим сетапчик хороший сетапчик хороший карта промзона городская здесь можно там стоять от башки все хорошо все прекрасно но вот сам город не особо приятный почему но там все стоят от башни и ну что ты там особо сделаешь поэтому клумба что сделать сразу с турбонагнетателем прожимается в центр сразу там огребает и понимает что не чтобы настрелять 12000 надо немножечко в другую позицию ехать и уезжает и здесь как-то смотрите он вроде вроде бортом выходит вроде на 279 кажется что надо лбом но тем не менее ну получается так что его очень сложно вылить вы ну выцелить как-то пробить достаточно неплохо чувствует там достаточно неплохо чувствует когда он подставляется когда ему действительно могут нанести урона когда не могут и вот сейчас такая ситуация когда он просто встал может задирать в лд ху может задирать в лд ху наносить урон сетапчик в бою очень приятный всего лишь одна из тэшка две лт хи всего которые сдохли то есть на этой карте как часто бывает часто на зеленке там много танков и допустим там союзные стэшки выигрывают заходит спину или вражеские стэшки выигрывает заходит спину а в этом бою так как и стэшек практически нет 1 стэшка и 2 лт которые уже погибли как раз таки и получается так что в городе играть намного становится приятнее намного больше времени можно поаккуратнее да можно поставить по перестреливаться хп шаг много маус и 5 из 7 2 7 9 705 тут яга там еще всякие стервейхи будут на колени стоять и в итоге мы приехали в одну позицию и давай настреливать это как раз тут 2 7 9 но вы поняли да и вот я как раз сказал про эту карту почему не стоит ездить вот в эти позиции потому что вот 2 7 9 туда приехал и что он там сделает вот стоит на него из 7 лбом смотрит от башни и там ничего не сделать поэтому 2 7 9 перетянулся но как-то отыгрывает здесь не очень хорошо очень подставляет командирку к тому же у 2 2 7 9 можно выцеливать вот так вот в лоб когда он задирает корпус два места и вот сейчас как раз клумба показал одну из них я перемотаю просто я не знал что будет такой выстрел хотел вам показать что помимо командирок есть вот такая вот место вот такое сейчас это предыдущий наверно выстрел да вот сейчас будет следующий обратите внимание обратите внимание куда вот его поставили на каточек и вот она вот она полосочка дав которую пробивается принципе там даже по моему но корпуса уже пробивалась под такими углами но вот есть такая полосочка имейте ввиду когда против 2 7 9 играть и здесь какая-то дико излетела вот 5000 урона настреляна 5000 натанкованного все с одной и той же позиции с одной и той же позиции даже никуда уезжать не пришлось просто грамотное танкование просто грамотная стрельба ну и к тому же грамотная стрельба голдишки да здесь аккуратно именно подождал не просто урон надо давать а надо давать урон с катками это тоже один из элементов от топ скиловиков до чем отличается там какой-нибудь псевдо или слабый игрок от скиловика скиллок скиллок скиловик выцелит каток в такой ситуации то есть дождется небольшого момента бац и выцелил дал каточек здесь конечно я не знаю ну клумба просто так сильно чувствует этот танк во первых там подставлялся наверно уже под стрв но она наверно не среагировала во вторых как он так не побоялся на ягу выехать и как она еще умудрилась не дать этот шот отдала какой-то боль ну менее удачный так и здесь 279 все таки подловили и 8000 урона я не знаю как это настрелялась но как-то по яге дал по 430 дал 279 добил все 8000 урона и 7000 натанкованного с одной позиции это 279 детка это 279 так и тут 430 нас немножко под кантривает в этой позиции клумба посчитал что делать то особо больше нечего решил откатиться но откатился и получила 430 который вышел с внешки зацелил перекатили сюда что здесь сделать клумба не знаю может быть забыл конечно ну просто не хотелось наверно в одной уже позиции тусоваться казалось бы что надо куда-то еще ехать где-то настреливать а как куда ехать вот то есть он как бы перетянулся а толку от этого немного потому что он наверное прямо сейчас вспомнил я не знаю надо конечно стриме еще пересматривать его мысли но там не выйдешь с трв х то есть надо перри поджимать под другой фланг там якпанзер может зацелить но в итоге то что он отъехал отсюда сыграла даже в плюс то есть по факту как бы кажется что он потерял время да но таким образом он заманил сюда и 5 таким образом там 430 выехал под него подставился а так бы он стоял там в этой позиции было были бы те же самые 8000 урон скорее всего потому что противники бы уже не стали подставляться так по 430 дали по и 5 дали остается тут добить якпанзер да и стрв х уже сюда смотрят как бы хочется ягу добить но вот тут вот непонятно что делать все таки снова перетягиваться но потому что яга ваншотная плюс стрв х целят и мы для иги ваншотные а хочется уже набить урона да когда 9 600 и когда еще столько противников хочется набить там 12 13 тысяч урона поэтому надо сейчас как можно правее к стеночке поджаться было клумбы мне кажется немножечко неправильно хотя вот сейчас уже нет прострела то нет все таки был прострел но такой слабенький и здесь ббшкой ббшку зарядил на интуиции походу и дал в каток с уроном здесь пытается пытается и 5 немножко своровать немножечко спрятать его корпусом но не получилось в итоге перетянулись и дали только одну тычку здесь можно по блайндить в принципе но не светилась еще одна стрв х но вот как раз это не светилась бабаха и возможно оба эти танка здесь вот дерево сломалось кстати возможно первый залетел но это не точно 10 тысяч урона есть и здесь бы вот хоть что-нибудь хоть как-нибудь настрелять хоть как нибудь клумба еще специального возможно чуть чуть сильнее подставляться чуть сильнее выходит чтобы попыталась стрв х стрельнуть и светится бабаха сразу интуиция сразу включает интуицию и дает фугасом правильно дает фугасом к сожалению бабаха не светилась не светилась не светилась весь бой но из-за того что она на такой прострельной позиции из-за того что тут еще и 3 к сожалению умирает она с одного выстрела Вот, светится СТРВ, светится фуловая То есть блайнды по ней мы не давали Ну, тут надо надеяться Что никто по ней не будет попадать Просто оставьте, пожалуйста, оставьте 11111 11111, бац, еще 500 И осталось одну тычечку и будет 12 тысяч Одну тычечку дать Е3 Почему-то не стрельнул, ой, Е3 еще добил Е3, ой, СТРВ Добила Е3 и Дает последний шот в СТРВ, то есть В СТРВ получилось дать 3 И еще немножечко альфа прошла Могла бы не пройти, там были бы какие-нибудь обидные 11950 Например Но сейчас не обидные, не стыдные 12 тысяч урона 780 на света И почти 10 тысяч Танкования Это 279 Это, ну, настреляно Практически в одной позиции Да, очень удачный бой, но не надо Отменять, грамотное танкование было Было, было, грамотное выцеливание было Было, там Перетяжечки подловил На моменте понял, что там стоять не надо Ну, типа, правильный Правильный выбор направления, да То есть не надо здесь стоять Не надо здесь стоять Перестреливаться Поджался сюда, да, получил Получил информацию от СТРВ Здесь 279 И начал на агрессии вот здесь играть И это дало свои плоды Давай смотреть результаты боя По результатам Тут мастер Невозмутимый Спартанец Поддержка Стальная стена Основной калибр Только фрагов нет, да Только два фрага Но 12 тысяч урона 34 выстрела 31 попадание 28 пробитий 9500 натанчено Ну, короче, как бы это Это Сразу захотелось поиграть на 279 Сразу хочется поиграть на вазиках Вот я смотрю эти бои И Мне хочется тоже на таких танчиках играть Тоже такие бои делать Тоже сразу хочется Вот это Это байт на игру Ставьте лайк Если вам тоже захотелось Сразу на 279 поиграть Поразваливать Там на каком-нибудь ВК-7201 Вазике, Чифтэне и так далее Когда смотрите все такие бои Подписывайтесь на канал Пишите в комментарии Что думаете По поводу этого боя По поводу этого танка По поводу этого игрока Читера невероятного Ссылка в описании есть Вот Увидимся в следующих видосах и стримах Хорошего дня Хорошего вечера Не знаю, что у вас там по времени Всем всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok